Здравствуйте! С вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И я нахожусь возле кустарника, который знаком многим. Это у нас боярышник, боярка, боярская ягода. И не надо недооценивать данный кустарник. Несмотря на то, что дурная слава у нас токи боярышника, который используют алкоголики, то это суррогат, а к настоящей ягоде, к этому кустарнику, это отношение никакого не имеет. Сейчас самый разгар сбора ягоды. Ягода наполненная, она не сухая, она вот сейчас готовая к сбору. Но у боярышника, правда, лекарственные и листья, и сама ягода, и цветы. И не надо недооценивать данную ягоду, потому что вкус такой вяжущий, в общем-то, не сильно привлекательный. И несмотря на то, что из боярышника можно приготовить и компоты, и варенье, и в сыром виде перетереть, и быстро очень засушить, почему-то на боярышник, в общем-то, не обращают внимания. На самом деле, не только от сердечно-сосудистых заболеваний данная ягода. Хотя, да, при сердечно-сосудистых заболеваниях ягода очень хорошо действует. Исходя из того, что в ее составе очень много пектинов, органических кислот, витаминов, микроэлементов, в том числе калия и магния, кверцетины, провитамины, микроэлементы, макроэлементы. В общем, достаточно богатый такой состав, и исходя из своего состава, ягода благотворно воздействует на сосудистую стенку. Боярышник необходимо принимать, если у вас варикозное расширение вен, стенка будет сосудов изнутри тонизироваться. Боярышник нужно принимать при недостаточности мозгового кровообращения, недостаточности коронарного кровообращения. И он стимулирует сосудистую стенку, делает ее более эластичной. Плюс пектины, которые находятся в самой ягоде, они, в общем-то, способны мало того, что на себя собрать токсины, мало того, что они способны уменьшить сахара, уменьшить холестерин. В общем-то, плюс калий и магний напитывает сердечно-сосудистую систему и мышцу сердечную как таковую. В общем-то, снижает давление данная ягода. И, конечно же, при сердечно-сосудистых патологиях применяют эту ягоду достаточно активно. Встречается такое противопоказание у боярышника, нельзя гипотоникам. Ну, на самом деле, вот чтобы снизить давление одной ягоды, ну, это, не знаю, наверное, надо ведро съесть. Ведро съесть это теоретически нереально. И для гипотоников, в общем-то, прием ягоды возможен. В некоторых источниках литературе советуют, ну, если вы не можете ягоду принимать, если это именно для вас вызывает очень сильное падение давления, то применяйте цветы боярышника, что, в общем-то, справедливо. Раньше, раньше, еще в Древней Греции боярышник ценили за то, что он останавливает поносы. Ну, да, тогда, в общем-то, была и холера, и кифы, и все это сопровождалось нескончаемыми поносами. И, в общем-то, антибиотиков еще не было, и остановить все это было невозможно. Ягода цена была тем. Ну, очень быстро заметили ее воздействие на сердечно-сосудистую систему. Однако, не только сердцу помогает данная ягода. Вот эти слизи, пектины достаточно хорошо обволакивают желудок, поэтому при гастритах необходимый прием такой ягоды. Плюс слизи обволакивают, плюс ягода несколько желчегонит, то есть заставляет работать печень. Вообще, есть сведения, что ягода хорошо помогает при желтухах, при гепатитах, и многие настойчиво рекомендуют применять. Из-за того, что ягода обладает некоторым успокаивающим свойством, причем если соединить ягоду боярышника с пустырником, с корнем валерьяны, то она встает на уровень хороших, таких снотворных, успокаивающих нервную систему, избавляющих от бессонницы. Данная ягода рекомендуется при гипертиреозах щитовидной железы, что, и понятно, именно при гипертиреозе происходит вот это вот учащенное сердцебиение, происходит вот эта вот некая напряженность нервной системы, у человека там лихорадочно блестят глаза, то есть он весь вот очень активный, и, конечно же, данная ягода, она снизит вот этот вот выброс, гипервыброс гормон щитовидной железы. Ну и пектины, в общем-то, соберут лишнее, так скажем. На гипофункцию боярышник никак не влияет, и может быть, будет даже вреден. Для беременных и кормящих не рекомендуется боярышник по абсолютно, не потому что он токсичен, или по абсолютно логическим причинам, потому что, ну, в общем-то, он может вызвать понижение давления, что неинтересно, да, он может, в общем-то, вызвать уменьшение сердцебиения, и несколько повредить именно плоду зарождающемуся. Ну, потому что вот он очень сильно успокаивает, и поэтому не рекомендуется беременным. Но беременным и так много чего нельзя, кормящим тем более. Поэтому всем остальным боярышник, но еще при высокой кислотности, особенно в стадии обострения, ну, не нужно есть боярышник, но при высокой кислотности вообще очень сильно нужно соблюдать диету. Там постоянно применяются какие-то обволакивающие такие вещества, и поэтому боярышник может в данном случае повредить. Боярышник неплохо, в общем-то, хорошо воздействует на кожу. Для женщин это, в общем-то, немаловажный такой аспект. Он увлажняет кожу, он ее разглаживает. Большое содержание витаминов и С, и Е, и К, и А, провитамины А каротиноидов. И, в общем-то, что это очень хорошо для кожи, поэтому боярышник используют и в косметологии тоже. Цветы боярышника, имейте в виду, имеют несколько такой запах, который был бы привлекателен именно для мух. Именно мухи оплодотворяют, поэтому вы понимаете, что запах имеет несколько специфичные эти цветы, причем как в сухом виде, так и в сыром виде. Поэтому осторожно с этим и, в общем-то, составляйте сборы, для того, чтобы у вас было еще какое-то яркое растение, ну, например, мята, которая перебьет данный несколько специфический запах у цветов. Хотя многие привыкают и не воспринимают нормально. Так, негативно, вернее, воспринимают нормально. И лист, и кора используются в листу боярышника. Достаточно тоже много микроэлементов. И все показания абсолютно те же самые. Просто лист надо собирать. Вот именно такая вот пора наступает после цветения данного куста, когда лист становится таким крепким, ярко-зеленым. Ну, в общем, тогда приходит время сбора. А вот ягода приходит время сбора сейчас. Ягода достаточно хорошо сушится. Вы ее прям очень быстро промываете на сетке и в проветриваемое помещение, либо где-то под вентилятор. И, в общем-то, сохнет она быстро. Единственная какая-то такая сложность – это то, что сухую ягоду просто обожает амбарная моль. Это не та моль, которая, в общем-то, съедает шубы и другие шерстяные вещи. Это та моль, которая попадает к нам вдруг в дом с сухофруктами. Поэтому, если вы заносите крупу и сухофрукты, сначала их отправляйте в морозилку, чтобы там погибло возможное амбарная моль, вот эти личинки, либо сами бабочки, чтобы они погибли. Тогда вы сырье свое в квартире не будете заражать. Избавиться от амбарной моли теоретически невозможно. Ее не берет ни один яд. Поэтому очень и очень сложно. И вот поэтому за сырьем смотрите. А так сухая ягода боярышника не теряет своих свойств хоть каких-либо. Меня часто спрашивают, а вот сухая ягода, она столь же активна. Единственное, что там понижается, это витамин С. И все остальное сохраняется. И витамин К, и Е, и микроэлементы. Поэтому польза у ягоды боярышника великая.